Кому-то драйв, кому-то бессонные ночи. С наступлением темноты дороги и листы становятся гоночными. Байки и автомобили с навороченными глушителями не дают покоя жителям. Рев моторов слышен за несколько кварталов. Закрытые окна не спасают шум просто ужасный. Молодые мамы вздрагивают, дети просыпаются и начинают плакать. Стекла дрожат. Что же с этим всем делать, помогут разобраться нам сегодня наши гости. И у нас в гостях Игорь Зайцев. Игорь, вы меня слышите? Здравствуйте. Игорь Зайцев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД по республике Калмыкия. Игорь? Мы ждем, пока Игорь подключится. Здравствуйте. И первый вопрос у меня будет такой, Игорь. Стритрейсеры, это беда или баловство? Ну, так сказать, беда это или баловство, но больше это относится, конечно, к беде, судя по последним отзывам граждан нашего региона, судя по звонкам, поступающим к нам в дежурную часть. Очень много жалоб поступает в последнее время. К этим жалобам относятся как шум и мото-байкеров, так и шум автомобилей, которые устраивают непосредственно состязания, соревнования, я не скажу, что гонки, а именно состязания друг с другом по улицам нашего региона, по центральным улицам нашей столицы. Ну, вот, Игорь, скажите, как вы являете и есть ли меры воздействия на таких водителей? С точки зрения законодательства Российской Федерации, в настоящее время административная ответственность за именно, так сказать, опасную езду не предусмотрена. То есть, имеется, да, у нас понятие опасная езда, но, как бы, привлечь граждан за данный поступок мы не можем. Но, подчеркну, пока, то есть, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях у нас, как все мы знаем, он перерабатывается, и в будущем, в 2021 году будут внесены изменения. Предварительно по изменениям, предварительно, именно среди этих изменений будет и ответственность за опасную езду. То бишь, когда к нам поступают сигналы от граждан в дежурную часть, да, непосредственно мы принимаем все меры воздействия, то есть, наряд ДПС направляется на то место, где было запиксировано нарушение граждан, которые устраивают там какие-либо гонки, мы их останавливаем, так сказать, и, соответственно, мы их можем привлечь только за нарушение правил дорожного движения. То бишь, то, что граждане пишут, шум, не дают спать, не дают отдыхать, как бы, это не компетенция ГИБДД привлекать за такие нарушения. То есть, ГИБДД может привлечь именно за нарушение правил дорожного движения. Да, у нас в регионе, как и, в принципе, во всех регионах Российской Федерации, имеется свой закон, то есть, степное уложение, в котором, и, помимо этого, еще ряд актов, принятых именно законодательных, которые действуют именно на территории города Листа. Одним из пунктов является нарушение покоя и тишины граждан. Но за данное нарушение, как обычно, привлекает участковый полномочный полиции, сотрудники патрульно-постовой службы. Но, вместе с тем, обратить внимание хотел бы на то, что привлечь граждан за данное нарушение очень тяжело. Ну, я имею в виду стритрейсеров. Да, какую-либо распевающую компанию во дворе это можно сделать без особых усилий, но стритрейсеров это сделать тяжело, так как они пошумели в одном месте и уехали. То есть, там необходимо либо производить замеры шума во дворе, либо брать объяснение. Пока все эти этапы пройдешь, то есть, уже непосредственно нарушителя поймать будет не так и просто. Со стороны ГИБДД получается просто очень много, знаете, таких вот в доске позора читаешь, да, во всяких вот таких вот, на сайтах таких, что ГИБДД бездействует, сотрудники ничего не делают. Ну, то есть, и сейчас, я думаю, жителям нашей республики, вернее, нашей столицы будет ясно, да, что сотрудниками ГИБДД минимум, что можно сделать, это, ну, вот, как-то остановить. Нет, на самом деле, да, мы, у нас ведется и мониторинг социальных сетей, непосредственно мы принимаем вызовы. Мы на основании этого разрабатываем различные планы, планы проведения рейдовых мероприятий. То есть, мы устраиваем рейды и по мотоциклистам, и по автоводителям ночные рейды, которые нарушают именно правила дорожного движения. Да, во время этих рейдов мы привлекаем граждан. Но привлечь, я же говорю еще раз, мы можем только с точки зрения правил дорожного движения, то есть, за нарушение 12-й главы кодекса об административных правонарушениях. То есть, данные граждане останавливаем и, соответственно, проверяем у них весь перечень необходимых документов и также проверяем на состояние водителя. Игорь, скажите, вот на ваш взгляд, да, чисто вот не как сотрудника ГИБДД, а как вот жителя столицы, что можно сделать и что нужно сделать для того, чтобы, ну, это как-то, я не знаю, прекратилось? Ну, это, конечно, не прекратится, но хотя бы что-то, может быть, придумать какую-то площадку для них, я не знаю. Ну, вот мы буквально на прошлой неделе сделали такой круглый стол совместно с байкерскими сообществами нашего города, на котором обсуждали вот данную проблему. То есть, эти байкеры, как бы тоже, я бы сейчас хотел добавить, разграничить понятия, то есть, байкерский клуб у них прописан в уставах, то, что они не должны мешать гражданам, должны соблюдать, соответственно, все законы Российской Федерации. И если они не будут соблюдать устав клуба, то есть, они исключаются из данного клуба. Эти байкеры, они, как сказать, они как пример для подражания. То есть, у них, они ездят, соответственно, с правил дорожного движения, стараются, соответственно, не шуметь в таких заселенных, сильно заселенных кварталах. Конечно, шум мотоцикла, это никуда не деться, им не запретишь ездить. Но вот они стараются не мешать гражданам, в основном выезжают за город и там проводят какие-либо свои акции, в основном благотворительные акции они проводят. На этом круглом столе мы приняли решение написать совместное письмо именно в администрацию города Элиста о возможности строительства какого-либо мототрека, какой-либо площадки, где как байкеры, так и, в принципе, водители автотранспорта могут, как это сказать, выплескивать свою энергию, так называемая. Не на дорогах нашей столицы, а вот именно там. На этих треках данное письмо мы сейчас прорабатываем, то есть на этом круглом столе участвовали как руководство госавтоинспекции, общественные советы МВД по республике Калмыкия, так и представители мото-клубов. То есть это письмо пойдет за подписью руководителей всех вот этих обществ, всех этих ячеек общества и будет направлен именно в администрацию города Элиста с просьбой. То есть пока такой путь решения мы выбрали. То есть мы знаем, у нас есть площадка за городом Элиста для проведения мотокроссов, то есть гонок мотокроссовых мотоциклов. Но это степенная местность, как мы знаем, мотокроссовые мотоциклы, они предназначены для езды по бездорожью. То есть для таких мотоциклов уже имеется площадка. А вот для спортивных байков, для машин таких площадок, к сожалению, у нас отсутствует. Все, Игорь, спасибо большое за то, что согласились выйти с нами на прямую связь. И мы переходим к нашему следующему гостю. Это Батар Сергеевич Миргульчаев, глава регионального исполкома ОНФ, извиняюсь, Республики Калмыкия, депутат Народного Урала. Батар Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Батар Сергеевич, скажите, пожалуйста, со стороны общественного контроля ведется какая-либо работа вот именно с вот этими вот шумными водителями, гоняющими по дорогам столицы? Честно признаюсь, нет, потому что... Связь очень плохая с Батар Сергеевичем. Слышите. Батар Сергеевич, связь прерывается, очень плохая связь у вас. Еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, до того момента, как я послушал Игоря, да, я тоже думал, что... Нет, мы, вернее, такую работу не проводили, так как до сегодняшнего эфира, но послушав сейчас Игоря, понимаю, что на самом деле у ГИБДД нет механизмов контроля за вот этим явлением, да. На мой взгляд, да, вот сейчас вот послушав представителей ГИБДД, я пришел к такому выводу, что все-таки самый лучший, наверное, способ борьбы с этим явлением, это вот, помните, старая поговорка, лучше контролер совесть пассажира. Не иначе, как призвать к совести этих ребят, там, я думаю, может, какими-то челленджами, да, какой-то запустить челлендж, где, там, маленькие дети, там, бабушки, которые, там, на лавочке сидят и, там, записывают видео, просят, там, ребята, там, Буинболтха, не надо по ночам гонять здесь, мы спим, окна открыты и все такое. Мне кажется, только так мы сможем повлиять на их мнение, да, успокоиться. Вот тоже по поводу круглого стола, который с обращением в мэрию, да, для обустройства какой-то отдельной площадки за городом. Вы представляете, сколько это будет стоить? Мы же не сделаем им трассу 100 метров, правильно? Никто на 100 метров гонять не будет. Это надо многокилометровая трасса. Вы представляете, сколько это денег будет стоить? Какое, потом, у которых бездорожье по улицам, да, скажут, у нас, мы вот уже 20 лет в грязи тут копошимся, а для мотогонщиков построили, там, какой-то мотодром или что-то еще, или какую-то, там, длительную такую площадь. Это же должна быть квалифицированная, там, качественная асфальтированная поверхность. То есть большое расстояние, несколько километров, чтобы могли люди, там, как говорит тот Игорь, спустить пар. Да, я думаю, что и это не поможет, потому что, ну, вот, в данный момент, да, вокруг листы куча объездных трасс, куча пустынных трасс, там, направлений, где практически нет движения. Что им мешает, вот, сегодня, например, выехать туда, куда-то за горку там погонять? Много же пустых трасс, пустых направлений, там, отъехать, это же не пешком уйти, отъехать 5-10 километров, выбрать какое-то направление и, пожалуйста, гонять. Нет, им же нужно здесь гонять. И кроме, как призвать их в совести... Да, еще с громкой музыкой. Конечно, конечно, это же нужно, чтобы все уйти. Ладно, если бы они, ага, ездили только, вот, рев моторов был. Просто музыка невероятно громко играет, и, то есть, молодежь не понимает, что ли, что спят старики и спят... Вот смотрите, Наталья, если построим вот этот, как бы, мотодром или что-то такое, ну, для кого они там будут включать эту музыку? Для степи, что ли? Не будут этого делать. Это пустая трата времени и денег. И которую никто, большинство жителей нашей столицы, не примет и не поймет. Сейчас вот... То есть, какой-то челлендж опустить. В соцсети обращение. Именно от бабушек, от маленьких детей. Ну, у всех же у них, наверное, есть и бабушки, и дедушки, и дети. Которые возмущаются тем, что вот ночью просыпается ребенок от того, что под окнами кто-то пролетел со скоростью, да еще и с шумом. Боже, ну, это, в общем... Батар Сергеевич, ну, проблему как-то же нужно решать, да? То есть, мы, СМИ, пытаемся привлечь внимание зрителей, чтобы обратили внимание. Возможно, смотрят нас сейчас эта же молодежь, да? Которая гоняет ночами. Вот, пожалуйста, обратитесь к ним, как депутат народного хурала, с обращением. Дорогие ребята, огромная просьба от всех жителей нашей столицы и республики. Пожалуйста, не нужно этого делать, да? Не нужно ездить на такой скорости и так громко. Во-первых, это опасно для жизни, в том числе и для вашей. Почему? Потому что, ну, мы уже знаем, что уже несколько случаев было, то, что попадали в аварии и с тяжелыми последствиями, да? Будьте благоразумны. Пожалейте вот наших... Вы все прекрасно знаете, вы все живете в нашей республике, вы знаете, что такое жара, да? Вы все прекрасно знаете, что не все могут пользоваться теми же кондиционерами. Почему? Потому что это, во-первых, опасно для здоровья. Во-вторых, не каждая семья может себе позволить. Единственное спасение – это открытые окна, балконы. И вы представляете, какой шум, какое последствие возникает. Люди не могут уснуть из-за рева ваших моторов. Хотите погонять на самом деле? Выезжайте за город, делайте это там, полно мест. И никому вы лишь мешать не будете, и совесть ваша будет чиста. Огромная просьба. Перестаньте это делать. Спасибо, Батр Сергеевич, за то, что вышли с нами на связь. Я благодарю вас. Подытоживая нашу программу, хочется обратиться к ночным гонщикам. Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что говорит вам старшее поколение. А я напоминаю, что в эфире передача «Реалайф» и я, ее ведущая, Наталья Доржиева. Встретимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова